Теперь, когда мы знаем о функциях и массивах, давайте это дело смешаем вместе, чтобы поработать с примерами. Мы создадим функцию, когда мы меняем местами два индекса внутри массива. Что я имею в виду? Эта функция возьмет значение первого индекса и поменяет ее на значение второго индекса. Давайте не будем тратить время, создадим скрипт. Откроем onDevelop. Как я сказал ранее, мы создадим функцию, которая меняет местами два индекса массива. Мы можем определить, какой тип массива нам нужен. Мы можем использовать целые числа, можем дробные, можем bool или можем текст. Это те, которые мы пока знаем. Но не особо важно. Что вы можете заметить, это то, что эта функция не будет возвратной. Потому что единственная операция, которая происходит внутри функции, это замена двух индексов местами. Но нам не нужно возвращать никакие данные, поэтому возврат у нас будет void. Это означает, что никакое значение не будет возвращаться после операции. Назову функцию swapIndices. Разумеется, мне надо направить мой массив в эту функцию. Скажем, я хочу отредактировать массив дробных чисел или флоутов. Это мой массив. И если я хочу поменять местами два индекса, мне надо сказать, какой индекс мне нужен. Значит, мне нужно целое число для индекса A и другое для индекса B. Это три параметра для моей функции. Если помните из прошлого урока, этот параметр передается через reference, этот через значение и этот тоже. Перед тем, как поменять индексы местами, нам нужно, чтобы один из них был во временной переменной. Потому что как только я создам массив индекса A, и он будет получать значение массива индекса B, значение внутри индекса A будет потеряно, потому что оно будет заменено индексом B. Перед тем, как мы это реализуем, нам надо перенести значение индекса A во временную переменную. Так как это массив из дробных чисел, моя временная переменная будет также дробного типа Итак, это будет моя временная переменная, которая будет равна массиву индекса a Итак, я говорю, что чтобы не было внутри индекса a этого массива, будет назначено на временную переменную, которую я создал только внутри этой функции Во второй строке, что я делаю, это заменяю значение индекса a на значение индекса b Я беру значение индекса b, перевожу на место индекса a Что мне еще надо сделать, это поменять значение индекса b, потому что пока мы поменяли значение только индекса a Но какое значение мне стоит присвоить индексу b? Потому что я уже заменил значение, которое было в индексе a Но мы создали вот эту штуку тут, это значение, которое будет равно индексу b Давайте снова напишем массив с индексом b, теперь оно будет равно временному значению И это в сути все, что нам надо сделать Предположим, я хочу применить этот принцип к ситуации у нас тут Не самая лучшая моя нарисованная таблица, но допустим мы вызвали функцию swapIndices или замены индексов И мы хотим заменить индексы внутри массива под названием array Индекс a у нас будет 2, индекс b у нас будет 4 Что же тут происходит? Давайте вернемся к первому скрипту и посмотрим на первый шаг Первый шаг копирует какое-либо значение индекса 2 в временную переменную Что я создам? Это значение, а скорее место, где мы можем это дело сохранить Это наше временное значение Что я делаю? Это беру значение индекса a и переношу его в эту коробочку Это как бы место в памяти И мы можем увидеть тут, что 2 это эквивалент индекса 2 Значит внутри функции в этом случае индекс a это 2 Значит я открываю массив и беру индекс 2 и тут значение минус 1.3 Значит сначала мне надо найти где же находится индекс 2 и вытянуть нужное значение оттуда Я его копирую в коробочку И второй шаг, как можете тут увидеть, я беру то, что находится в индексе a и меняю назначение индекса b И теперь, что я делаю, это беру индекс b, в нашем случае 4 И копирую и заменяю им то, что у нас сейчас в индексе a или 2 Это число 7.3, которое я копирую в индекс 2 Но вы можете увидеть, что сейчас, что теперь значение минус 1.3 отсюда потеряно Но, к счастью, мы сохранили его во временной переменной или в нашей коробочке Теперь, что нам надо сделать, это последний шаг, это взять это значение в коробочке и засунуть в индекс 4 В коде мы берем наши значения из коробки и суем в индекс b И что это значит? Я беру значение из индекса 4 и сую в него значение из временной переменной Будет что-то вот такое И мы успешно заменили два индекса Давайте создадим теперь массив из шести элементов и попробуем это реализовать на практике Создадим публичный массив из дробных чисел Назову функцию sop-indexes или замены индексов Мой массив под названием array будет параметром Индекс a у нас 2, индекс b у нас 4 Вернемся в unity, прикрепим скрипт к объекту и посмотрим, что получается Скажем, в массиве у нас шесть элементов Нам теперь надо скопировать сюда значение из нашего примера Помните, что минус 1.3 изначально был на месте второго индекса Третий минус 1.2 Четвертый 7.3 Теперь, что получится, элемент 2 заменится элементом 4 и наоборот И вот оно работает Это пример использования референса Так как тут мы используем референс, мы получаем нашу переменную и меняем ее С этим все с этим уроком, увидимся в следующем Субтитры создавал DimaTorzok